Всем привет! С вами Александр и вы на канале 1 на 1. О чем пойдет сегодня видео, я даже не знаю, если честно. Включил камеру и думаю, блин, надо что-то позаписывать. Хочется, хочется что-то позаписывать. Ко мне, знаете, какая идея пришла? Что у канала до сих пор нет какой-то такой определенной концепции. То есть у кого-то, допустим, кто-то снимает пранки, у него чисто пранки. Кто-то новостные какие-то видео выкладывает. А у меня же нет какой-то определенной концепции. Я сегодня рассказываю про саморазвитие, самопознание. В следующий раз пытаюсь пробовать какие-нибудь новые бизнес-проекты. Тут я выпускаю видео о том, как переехать в Россию. В то же время про Новосибирск снимаю что-то и так, и далее, и далее, и далее. И я такой думаю, а почему? Почему вот у меня так, а у кого-то по-другому? А все, наверное, потому что мне все интересно. И на данном этапе мне интересно это. А через месяц мне будет интересно совершенно другое. И исходя из этого, у канала и не будет постоянной концепции. Но он тема будет интересен, что постоянно будет что-то новое. И каждый раз кто-то новое для себя что-нибудь может быть и найдет. И сегодня я хочу рассказать о том, что недавно пришло ко мне в голову. И то, что у меня прямо так вот оно возникло. Оно в одну секунду возникло. Я думаю, почему бы нет, почему бы не попробовать. Инсташкола. Школа Инстаграм. И сейчас, на данный момент, я работаю именно над курсом Инстаграм-маркетолога. То есть, кто такой Инстаграм-маркетолог? Тот, кто ведет свою какую-нибудь Инста-страницу, аккаунт. Или бизнес-аккаунт. Или ведет чей-то бизнес-аккаунт. Или просто аккаунт. Неважно. И благодаря тому, как он это ведет, появляются у людей подписчики. Если это бизнес-аккаунт, то приходят оттуда трафик, клиенты. То есть, это человек, который, грубо говоря, продвигает твой аккаунт. Но это не СММщик. А это все вместе. Это что-то большое. И вот я задумался над тем, чтобы сделать подобный курс. Сделать его, кстати, бесплатно. Вообще Инсташколу сделать. И первый, какой курс я там буду запускать, это вот этот как раз курс Инстаграм-маркетолога. Поэтому, кому интересно, вот сюда переходим, подписываемся. Также ссылка будет в описании. И смотрите, сегодня я планирую дописать именно посты и дать рекламу. И уже дней через 7, наверное, я буду проводить прямые эфиры. В дальнейшем я планирую там разные курсы тоже проводить. И, в принципе, это все делается абсолютно бесплатно. То есть, абсолютно бесплатно. И на данном этапе мне вот эта тема интересна. Я хочу этим заниматься. Я просто понимаю еще в последнее время, как, насколько я сильно поменялся. То есть, мой прошлый мир рухнул, и сейчас он выстраивается новый. И вот он уже, фундамент у него построенный. Он устоялся, он устаканился. И сейчас чем-то он таким обрастает. Интересно. Мне это нравится действительно. И, к примеру, вчера я разговаривал с одним человеком. И мне говорят, а почему бы тебе не поменять прическу? Что бы я делал старый я? Я бы сказал, да я хожу, мне так удобно, мне так комфортно. И вообще, типа, какое ты имеешь право мне что-либо говорить? Мое состояние на данный момент сейчас какое? Я подумал, блин, а правда, а почему бы мне, к примеру, прическу не поменять? Ведь я же даже об этом и не задумывался. Думаю, почему? И мне говорят, все круто, типа, ты харизматичный, симпатичный, молодой человек. Но еще парочку штрихов себе добавь, какой-нибудь немного стиль свой поменяй, немного одежды, что-то, и будет все вообще круто. Потому что это большой город, тут встречает по одежке. Ну и, в общем, такими словами. Мне это как бы не в укор, а просто такой совет прилетел. И если бы раньше, я еще раз повторюсь, я бы такой, а, да как ты смеешь так говорить, вот я такой. А сейчас я такой думаю, блин, а я ведь действительно об этом даже и не задумывался. То есть, вот у меня есть какая-то одежда, ну такой я человек, вот есть одежда и все, ладно, вот есть и есть и все, окей. А сейчас я думаю, а почему бы нет? Ведь правда, почему бы нет? И я понимаю, насколько мой мир действительно поменялся за последнее время. Поэтому, друзья мои, что сегодня будем делать? Сейчас я дописываю посты, мне, кстати, осталось дописать, я 4 поста написал. Мне нужно 8, сегодня мне нужно написать еще 4 поста. И, в общем, все. И я отправляюсь, отправляюсь за небольшим шопингом. У Новосибирска есть такая отличительная черта. Тут очень-очень много различных парков и скверов. Сегодня, сегодня ветерок и все же недалеко от моего дома находится Нарымский сквер. И вот сейчас я хочу прогуляться вместе с вами через него. Посмотрим, какая здесь красота. И таких мест очень много в Новосибирске. Это у нас получается, я не знаю, тут много входов и выходов постоянно. Здесь постоянно кто-нибудь бегает. Вот сколько я не замечал, вот пенсионеры с палками ходят, скандинавская ходьба. Вот парень тоже бежит. А мне всегда нравится проходить. Сейчас покажу место вот это. Вот оно, между сосенок. Кстати, здесь очень много белок. Здесь вообще в Новосибирске, во всевозможных таких скверах, парках, везде очень много белок. Вот именно вот по вот этому месту мне нравится прогуливаться. И бывает такое, что я утром выхожу специально на работу, минут за 20 пораньше, и вот тут потихоньку, не торопясь, прохожу и получаю такие эмоции. Прям круто. Это ни с чем не передать, ни с чем не сравниться. А самое главное, вот еще сейчас бегуна покажу, еще один бежит мужчина. Вот, как говорил, всегда кто-то бегает. Самое главное, у нас здесь дождь прошел, сегодня утром был. И вот этот запах, запах хвои, запах свежести и все это вместе перемешанное, это очень крутой и непередаваемый запах. Тем более здесь экология почище, чем в Усть-Каменогорске, откуда я приехал. Это, кстати, и была одна из причин переезда, это экология. Ну и у многих людей это одна из причин, кто переезжает оттуда. Так, вон какие-то камни спереди. Парк постоянно убирают. Вот утром я иду, продувают вот эти вот большие пылесосы с трубами, постоянно продувают вот эти дорожки. Ну вот это вот за полдня буквально намело уже. А так их постоянно, постоянно, постоянно подметают, убирают. Ну еще плюс большой здесь, просто люди не ссорят. Вот если обратить внимание, вот листья лежат, их же не убирали, так и не убирают. Люди просто не ссорят. Вот в чем дело. А еще, когда здесь была более теплая погода, бывало днем проходишь, хоп, под одним деревом компания расположилась людей. То есть расстелили, не знаю, как назвать, коврики, сидят и пикник у них устраивают там с детьми, с маленьким. В общем, все веселятся компаниями. И не одна, а много. И как бы это нормально, и так хоп. Ну, по идее, я считаю, что это действительно нормально. Ну да, сейчас уже осень, конечно, конец октября, скоро ноябрь. Здесь ничего не работает, и фонтаны вон там позакрылись. Но даже при всем при этом, можно представить, какая здесь была красота и какая здесь даже в данный момент атмосфера. Кстати, вон спереди памятник. Это памятник, кажется, ядерным испытаниям. Ну, сейчас посмотрим, что это за памятник. Винки возложены. Давайте посмотрим, что это за памятник. Памятник жертв радиационных катастроф и аварий и испытаний. Памятник жертв. Пока. Спасибо. и я уже вернулся в общем прошелся я по магазинам сходил я в галерею новосибирск снимать там не стал потому что в прошлый раз снимал поэтому что же снимать одно и то же что я хочу сказать что в итоге купил сейчас покажу а купил я вот такой темно-синий ремень это под джинсы купил я себе одну вот такую рубашечку вот такую рубашечку и копей купил себе еще вот такую другую рубашечку в общем что мне это все вышло так обошлось мне это получается ремень лаки верт какой-то я не знаю что за фирма называется он лайки верт он стоит 399 рублей потом рубашки тоже лаки верт лаки верт диссейнт какой-то лаки верт диссейнт она стоит 1099 рублей и другая рубашка петрул диссен диссену в общем не знаю надеюсь я правильно прочел она стоит получается 1499 рублей того вот эти вот три покупки они мне обошлись 2997 рублей вот он даже вот и чекушек есть чекушек есть 2997 рублей ну в принципе как бы я доволен а как я буду сейчас в них выглядеть давайте посмотрим вот на данном этапе я вот так вот выгляжу на мой взгляд получилось все довольно таки неплохо и я в принципе доволен тому что я не не воспринял совет в штыки как всегда это делал раньше а все-таки задумался блин а вдруг действительно стоит и пошел и проверил и это действительно оказалось так на следующий выходные я планирую еще сходить магазины и еще прикупить каких-нибудь вещей в этот раз я буду брать какие-нибудь брюки там пиджак футболки ну еще что-нибудь в общем займусь сменой гардероба смены стиля смены имиджа и все почему это все друзья никогда не стоит пренебрегать советами даже если вам кажется что это как он смеет мне что-то советовать мне и так комфортно кто он такой ли кто она такая не стоит не стоит этого делать лучше прислал подумайте просто а вдруг этот человек прав а ведь действительно возможно он может прав оказаться потому что все мы люди все мы ошибаемся и вы в том числе всех благодарю за просмотр до скорых встреч с вами как обычно был александр всем пока пока удастся